Всем привет, это Дима Мишланов и сегодня я вместе с Киноафишей на очередной кинопремьере. На этот раз отечественная комедия, жених. Уверен, что это будет лучше, чем обычная отечественная комедия, потому что делают ее хорошо известные вам всем люди. Это Сергей Светлаков главную роль исполняет и Саша Незлобин, автор, сценарист, продюсер, режиссер. Все в этом фильме это Саша Незлобин. Давайте пойдем посмотрим, что же у ребят получилось и что от этого фильма ждут зрители. Пошли! В смысле, выключать надо? Все, сейчас. Да все, да? Сегодня какой фильм будет? Жених. Про что? Про жениха. Вопрос такой, вы были женихом? К счастью, нет. Говори вот сюда, в сосочек. Чего ты ждешь от этого фильма? Хочу поржать. Будет повод такой? Я думаю, да, тем более я уже взяла пивка. Кого ты больше любишь? Маму или Светлакова? Светлаков. А будет где-то жрать на холебной? Мы хотели узнать. Была, сожрал ее некий Сергей С. Вы смотрели фильм «Жених»? Да, мне понравилось, надо идти. Спасибо большое. Не можно ему доверять или нет, не знаю, но попробуем, попробуем. Кому из русских актеров не надо сниматься в фильмах? Иван Ургант. Что ждете от фильма? Самых ярких впечатлений и много-много юмора. А вы? Все съемочные группы. Что, что, простите? Все съемки. Хорошо, хорошо. Что делать людям, которым не нравится русское кино? Не знаю, сжигать? Скорее всего, я бы подумал о том, что мне, наверное, и кого-то, может быть, второй половине, или кого-то, где-то там, но нужно. Вы идете на фильм? Нет. Просто в «Радуге». Я люблю «Радугу». Очень приятно видеть взрослых, адекватных людей, которые любят отечественное кино. Это потрясающе, это здорово, правда. Для кого это кино? Для всех. Ну, то есть, вот все, кто старше 12 лет, неважно, мужчина, женщина, русский, нерусский. Да, да. Это интернациональное. Да. Кто смешнее, светлый или не злоб? Не знаю. Ну, это такой опасный вопрос, да? Оба хороши. Вы посмотрели «Жениха» сейчас? Да. И как вам? Отличный фильм. Прямо ржака. Сначала нет, но потом завело. У вас вот так вот, да? Как это? Что это за... Какой это график? Экспоненты? Это трамплин. Хороший? Вообще, трэш у Гарриса очень хороший. Рядом со мной большой друг Сергея Светлакова. Брат, названный Александра Незлобина. Игорь Элвис Мерсон. И в связи с этими двумя замечательными причинами, не имеющие никакого отношения к потрясающему фильму, который мои друзья сняли. Фильмец классный. Незлоб действительно много... Большой путь прошел в плане, так сказать, получения опыта. Прекрасная света на самом деле, потому что Света, она такая в жизни. И в фильме она ничем не отличается от того, как этот простой человек абсолютно вообще не такая же прекрасная, добрая, милая. Мы кайфуем от нее в жизни и кайфуем от нее в фильме. На самом деле, очень хороший фильм. Рекомендую для всех друзей. Короче, идите. Идите в кино. Я вас зову не потому, что это сделали мои друзья, а потому что вы поржете. Самый смешной момент, наверное, когда захотели чеченцы или дагестанцы посвятить нашу веру. Самый ржачный момент. Самый ржачный момент, когда я пошел в туалет. С кем понравилось целоваться больше? Я же говорю, жесткий вопрос. Какой жесткий вопрос. Жесткий вопрос. Спасибо большое. Мне понравилось. Прям вообще класс. Ребята, если вы наберете в гугле люди, которые не любят русское кино, там будет и моя фотография. Я действительно не очень люблю русское кино. Но вот эта комедия, а она хороша. И не потому, что я знаю людей, которые ее делали или в ней снимались. Просто действительно там есть очень смешные моменты. Огромный респект кастинг-режиссеру, люди, которые подбирали актеров. Оля, Оля, Оля. Если вы помните, любите ее в КВН-е, идите 80% ржаки в этом фильме. Это ее заслуга. Ну и сценарий, режиссерская работа. Все хорошо, все достойно. Поэтому заглядывайте на киноафишу, заглядывайте в кинотеатры. Мы будем вам рассказывать про все новое, что выходит. И до встречи. Дима Мишланов для вас. Пока.